Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня, 18 августа, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group, студии его ведущая Татьяна Лейко. Валютная пара евро-доллар. Вчерашняя публикация протокола ФРС не вселила оптимизма инвесторам, что привело к ослаблению американской валют. Несмотря на то, что в Европейском союзе не все гладко, сейчас больший упор идет на то, не кто сильнее, а кто слабее в паре евро-доллар. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, однако укрепление котировок пары сопровождалось незначительным сокращением открытого интереса и уменьшением объема торгов на более чем 33%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней достигла 84 пунктов, что является средним значением по волатильности между показателями за месяц и показателями за полгода. Рассчитываю на дальнейшее укрепление актива вплоть до отметки 1.1370. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Минорная статистика из США, а также отсутствие решительного большинства голосов за поднятие процентной ставки в этом году тянут доллар вниз. Это дает глоток воздуха британскому фунту, который никак не может прийти в чувство после решения о выходе Великобритании из ЕС. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса при существенном сокращении объемов торгов практически на 20%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней держится ниже средних значений за месяц и за полугода. Рассчитываю на дальнейшее укрепление котировок пары вплоть до уровня 1.1350, что входит в сценарий формирования бокового движения. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. После получения данных от Министерства энергетики о сокращении запасов сырой нефти, а также запасов бензина, нефть значительно выросла в цене, потянув за собой канадский доллар, который в свою очередь значительно укрепился против слабого американца. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, открытый интерес остался без изменений, а вот объем торгов сократился практически на 15%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается значительно ниже средних значений за месяц и за полгода. Рассчитываю на дальнейшее снижение пары американский-канадский доллар вплоть до отметки 1.2740. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. На американской сессии получим порцию новостей из США, в частности, производственный индекс FRS в Филадельфии и число первичных обращений за пособием по безработице. На этом у меня все. Благодарю за внимание. До встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова